Яблоневый сад раскинулся на пересечении улиц Днепровской и промышленности. В лицее созвездия каждый год по весне сажают деревья. В этом году в честь юбилея Победы на праздник пригласили ветеранов Великой Отечественной войны. Участник битвы на Курской дуге Константин Стычков все делает с удовольствием. И яблоню сажает, и истории школьникам успевает рассказывать. Немцы, потерпев поражение под Москвой, под Сталинградом, решили провести жестокий бой на Курской дуге. Уничтожить Красную армию, прорвать оборону, захватить Курск, Воронеж и с юга ворваться в Москву. Мы приехали на фронт молодые, мне было 18 лет. Лицеисты посадили 10 яблонь. Всего же советский район за весну обогатится тысячей деревьев сорта «Спартак». Депутат Самарской городской думы Вячеслав Гришин уверен, что через несколько лет район наполнится прекрасным ароматом, а жители будут петь о яблонях в цвету. «Спартак» – это вообще, опять же, олицетворение силы, молодость, сила. Мне тоже хочется быть сильным и впредь, и передавать поколение, молодым поколениям, ту энергетику, которая, в общем-то, была присуща для ветеранов. Мы их специально пригласили и приглашаем. На территории учебного заведения уже сейчас большой сад из каштанов, ив и орешника. Яблони – это еще и добрая память, которую оставляют после себя выпускники. 9 мая для наших учеников – это священный праздник, потому что у нас в лицее есть музей «Курская битва». Естественно, так как у нас много детей занимается патриотическим воспитанием, мы бы хотели, чтобы эта аллея была как бы аллеей победы, напоминанием о вот этом празднике, который будет праздноваться вечно. Следующей весной яблоньки уже начнут цвести, а через пару лет – и плодоносить. Ребята вспоминают восточную мудрость. Высадишь сад – будешь счастлив всю жизнь. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События.